МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ой, так же можно повредиться! Совсем недавно мы тестировали новую Шкоду Октавию. И, если честно, нас даже ругали, что мы сильно ее захвалили. Но на самом деле очень достойная модель. Сегодня у меня в руках флагман чешской компании представительский седан. Супер. И автоматически ожидаешь еще больше от этой машины. Но так ли все гладко? Дедушка Суперба скоро отметит 80-летний юбилей. Ветеран чешского автомобиля строения выпускался с 34-го по 49-й с перерывом на годы войны. Главный козырь – инновационная для того времени полностью независимая подвеска. Технология была настолько успешной, что конструкцию решили ставить на всю линейку компании. Попали точно в цель. Всего за 5 лет объемы продаж на внутреннем рынке увеличились втрое. Кстати, Суперб – первая Шкода, которая получила полный привод и двигатель V8. На сайте Шкоды написано, что новый Суперб – это автомобиль бизнес-класса для тех, кто любит комфорт и роскошь. Но на самом деле речь идет лишь о рестайлинге. И во многом это все та же машина, что и 5 лет назад. Основные изменения произошли внешне, спереди и сзади. Диодная оптика, новая эмблема, решетка радиатора, диски. В общем, модель освежили. Но не кардинально. Сразу хочется отметить многофункциональный руль, который приятно держать в руках. Здесь есть даже подрулевые лепестки. Сидения в целом комфортные. Имеется боковая поддержка, но только спинка довольно жесткая. А так они регулируются во всех направлениях электроприводом. Есть функция памяти на три положения. Небольшие карманы в дверях. Подстаканники неглубокие. И два стакана сюда вряд ли уже поместятся. В подлокотнике места тоже немного. Но существенный плюс в том, что он может выдвигаться. И в дальней поездке рука не будет свисать и уставать. Продумано. В нашей комплектации пластиковые. Крашенные вставки под деревом. По соседству черные глянцевые панели, на которых видна каждая пылинка. Понятно, что салон хотели сделать более представительским и дорогим. Но получилось, честно говоря, среднее. На центральной консоли сенсорный цветной дисплей диагональю всего 6,5 дюймов. Пять лет назад все было бы нормально. Но на дворе уже 2013 год. И магнитола кажется безнадежно устаревшей. И у нас еще нет навигации. Практичные люди найдут в Супербе еще несколько бонусов. Бардачок с функцией охлаждения, дополнительные кармашки и сеточки. И огромный багажник. Вечная проблема в дождливую погоду. Куда положить зонтик? Спасибо. Зонт наше испытание прошел. Здесь есть одна фишка. Прямо как в Роллс-Ройсе. Если зонт мокрый, имеется специальный отсек. И вода стекает прямо наружу. Отлично. Сзади места хоть отбавляй. Можно спокойно сидеть нога на ногу. Плюс к этому впереди, в стоящем кресле, есть специальные выемки для колен. Подогрев сидений. Пепельница. Курить, кстати, вредно. Небольшой мониторчик. И, конечно же, подлокотник, который, говорят, выдерживает 3 килограмма. И можно его использовать как столик. Выдвижные подстаканники. Солиднее будет, чем у Матерати. Немного пространства для мелочей. Ну и, конечно, вы можете спокойно провозить длинномер. Потому что подлокотник у нас раскладывается. А это существенный плюс. Современная история Суперба началась в 2001 году. Второе поколение дебютировало в 2008. И совсем недавно пережило рестайлинг. Любопытный факт. Автомобильные эксперты никак не могут добиться, к какому сегменту отнести Суперб. Дело в том, что в Евросоюзе по формальным признакам, ну, то есть габаритам, машина попадает в класс представительских моделей. А вот агентство Евроэнкап и Ценник заочно записывают премиум Шкоду в класс Д. Армию больших семейных автомобилей. В городском режиме проверим подвеску. Так, трамвайные пути. Ну, могла бы быть немного помягче. А еще жесткие сидения тоже дают о себе знать. Спина очень быстро устоит. Аудиосистема у нас состоит из 10 динамиков. Шильдика бренда нет, только написано «Саунд Систем». Сейчас проверим, как она работает. Включаем радиостанцию Москова ФМ 105.2. Надо отметить достойное звучание, даже когда слушаешь радиостанцию. Пришло время нашего традиционного городского теста. Проверяем маневренность. Диаметр разворота у флагмана 11,5 метров. Да и в длину у машины почти 5. Так что на узких городских улицах могут возникнуть проблемы. Причем камер заднего вида у нас тоже нет. Обзорность у машины неплохая. Большое лобовое стекло. Передние стойки не мешают. Приличного размера боковые зеркала. Вот только заднее стекло чуть-чуть размером не вышло. Зато к ходовым качествам претензий пока никаких. Посмотрим, что скажет наш эксперт, шеф-инструктор по контр-аварийному вождению Александр Каминский. Саша, понятно, что супер-бэта не машина для гонок, но все-таки у нее есть подрулевые лепестки. И они намекают на спорт. Ну да, между прочим, очень удобно. Давай сейчас проверим ее на динамику. Разбон торможения. Старт. Набирает слабовато. 4 секунды. 5, 6. Сотня. Не торможили. Отлично. Большой тормозной крутили нет? Небольшой. Для мокрой дороги очень даже. 8 секунд. 8 секунд. Это отлично. Для машины такого размера и такой массы, по-моему, очень прилично. Коробка просто класс. Переключение плавное, быстрее, чем механика, а при этом экономичнее, чем механика. В гамме моторов три бензиновых двигателя и один дизельный. Коробка передач, либо механика, либо шестиступенчатый робот ДСГ. Давай сейчас проверим машину на управляме, добавим немного экстрима. Давай, змейка. Наши убирают. Змейка. Поехали. Меня просто болтает по салону. Ау! Ой, как видите, так не можно повредиться. Ну, такой автомобиль просит и провоцирует. И провоцирует? Спортивный бизнес-седан. Сейчас самый экстремальный тест. У нас уже практически ночь. Асфальт мокрый. И вдруг у нас возникает препятствие 70 км в час. Ау! Как машина повелась в реакстремальной ситуации? Машин повелась в реакстремальной ситуации. Отлично. Был резкий маневр на скользкой дороге, на большой скорости. Все это неожиданно. С темноты появилась. В общем, все супер. Властя не задели, на дорогу вернулись и не занесло. Какое резюме? С моей точки зрения, отличный автомобиль для семейного человека, который в то же время любит активную езду и контролировать ситуацию. Удобный информативный руль. Отличное торможение. Отличная динамика. Приемистый. Подведем итог. Супер. Не считая жестких сидений, автомобиль весьма комфортный и функциональный. В том числе это заслуга фирменных решений Симпли Клевер. Среди минусов отметим не самые удобные для Москвы габариты. Да и дизайн на любителя. Базовая комплектация стоит 919 тысяч рублей. Наш автомобиль стоит 1 миллион 525 тысяч рублей. Топовая модификация с двигателем V6 и полным приводом уже почти 2 миллиона. Конкуренция в сегменте Супербо серьезная. Основные соперники Kia Optima, Toyota Camry и Opel Insignia. Рациональные семейные мужчины старше 40. Вот основная аудитория этой модели. Они не гонятся забросским дизайном и не ищут соперников на светофоре. Комфорт и внимание к мелочам. Вот за что они полюбят эту машину. И не важно, какой у вас автомобиль. Главное помните, тише едешь дальше. Будешь.